Относительно недавно на нашем канале появился обзор Xiaomi Redmi 3 Pro, который можно посмотреть вот по этой ссылке. Там мы задали вам вопрос, а какие вы знаете конкурентоспособные смарты? Ну, то есть, похожие по цене и характеристикам. Одним из самых популярных ответов, помимо Meizu M3, обзор которого неотвратимо грядет, был также Xiaomi Redmi 3S. А раз уж мы обещали, мы делаем. Привет, с вами Артем, и в этом видео от компании Allo мы познакомимся с Xiaomi Redmi 3S. Для того, чтобы понять смарты Xiaomi как таковые, надо понять главный принцип. Максимум эффективности за минимум бюджета. О дизайне. Дизайн, что вполне предсказуемо, совсем ничем не отличается от Redmi 3 Pro. Те же приятные округлости, тоже расположение элементов управления, портов и разъемов. Абсолютно те же материалы корпуса, приятные как на ощупь, так и визуально. Да, и, конечно же, динамик такой же, и орет он так же громко. Как именно, смотрите в нашем обзоре Redmi 3 Pro. Выпускается устройство в трех традиционных для Xiaomi цветах, то бишь Gold, Dark Grey и Silver. Так как Redmi 3S вовсе не флагман, то и ждать от него модного нынче разъема USB Type-C не совсем логично. Поэтому встречайте старый добрый microUSB. О дисплее. Дисплей имеет диагональ в 5 дюймов и HD разрешение, то бишь 1280 на 720, что дает вам плотность пикселей в 294 точки на дюйм. По современным меркам не так уж и плохо. А для такого бюджета так вообще хорошо. Матрица IPS, а это значит, что вам гарантированы широкие углы обзора и высокий запас яркости, с которым комфортно работать даже при прямых солнечных лучах. Цвета яркие, насыщенные и сочные. И это все, что вам нужно знать об этом дисплее. О железе. Чипсет смарта Qualcomm Snapdragon 430. Он несет на себе восьмиядерный проц с частотой в 1,4 ГГц. Это значит, что достаточное быстродействие вам гарантировано и обеспечено. Видеоускоритель Adreno 505 позволяет играть в самые-самые прогрессивные игры. Я вот сейчас, кстати, режусь в Unkilled. Очень даже хорошо все работает. Объем оперативной памяти составляет 2 Гига, что как для бюджетного устройства, очень и очень хорошо. Это вам обеспечит достаточный уровень многозадачности. Объем встроенной памяти составляет 16 Гигов. Не так уж и много по современным меркам, однако ее можно расширить при помощи карты памяти формата microSD емкостью до 256 Гигов. Правда, как это сейчас модно, придется использовать под нее слот для второй симки. Еще примечательна в этом смартфоне емкость его аккумулятора. Она составляет аж 4100 мАч. То есть при умеренном использовании ее заряда вам хватит дня на два, это точно. При активном – день плюс чуть-чуть. 13-мегапиксельная камера со светосилой f2.0 выдает неожиданно неплохие результаты. Фотки действительно классные, ими хочется делиться в соцсетях. Цветопередача на уровне, как и детализация. Видео основная камера снимает в разрешении 1080p, то бишь Full HD, со скоростью 30 кадров в секунду. 5-мегапиксельная фронталка имеет светосилу чуть послабее – 2.2. Но зато она обеспечивает достаточно неплохие селфики и также может похвастаться в Full HD видео. То есть она вам подойдет не только для звонков по скайпику или другим мессенджерам, но и для записи видео. Асавтия Работает все прямо из коробки под управлением Android версии 6.0.1 Marshmallow. Присутствует и фирменный интерфейс MIUI, правда уже в восьмой версии. Он вышел не так давно, так что все владельцы смартов Xiaomi могут обновиться уже сейчас. В нем исправлены все недочеты и мелкие болячки предыдущих седьмых версий MIUI. Этот интерфейс мне хорошо знаком, так как я успел с ним подружиться в обзорах других смартов от Xiaomi, а именно Mi 5, Redmi 3 Pro и Note 3 Pro, которые можно посмотреть вот по этим ссылкам. Стоит добавить, что MIUI хоть и не совсем привычен пользователям стокового Android, но для того, чтобы освоить его, много времени вам не понадобится. Как я уже говорил в одном из видео, мне понадобилось примерно минут 10-15. Это действительно хорошая альтернатива Xiaomi Redmi 3 Pro. От того же производителя такая же качественная, такая же интересная и не менее достойная вашего внимания. В этом видео от компании Allo, с вами был Артем и Xiaomi Redmi 3S. S как Супермен. Обзору на Meizu M3 непременно быть. А пока вы его ждете, можете от души полайкать это видео и подписаться на наш канал. Ну и, конечно же, посмотреть другие обзоры. Па-па! Продолжение следует...